Вот, ну что, значит, сегодня, поскольку есть такая оказия, мы с Александром поделимся впечатлениями от конференции, которая прошла с 28 по 30 августа у нас в Питере. Название конференции «Единство сознания. Феноменологические и когнитивные аспекты». Ну, феноменологические, главным образом, не было главным направлением разговора о сознании, о «Единстве сознания». В основном собрались люди более аналитические, более близкие к когнитивным наукам. Сердце было и феноменологическое, и когнитивное. То есть, на второй день именно русское сердце было, феноменологическое практически так, процентов на 30, даже 40. Ну, вот, рудименты и атовизмы, и феноменологической философии еще есть. Значит, ну, общая проблема, которая ставится в разных вариантах, в разных аспектах, звучит примерно следующим образом. Каким образом мы имеем основания заявлять и актуально обнаруживать сознание как нечто единое, как нечто идентичное самому себе. Ну, и феноменологически, еще раз повторюсь, это как бы уже несколько прошлый век. Вот, а более современные подходы, взгляды на эту проблему выглядели, я полагаю, достаточно интересно. Хотя, вот, я второй день совсем не слышал докладов, только на первом. Ну, сначала скажу о том, как все было организовано. Вот, в смысле, организации, кстати, конференция была совершенно отличная. Первый день целиком был отдан под пленарные доклады. То есть, было три докладчика, известных иностранца, которые делали доклад, после доклада отводилось примерно час астрономической времени. Потом можно было примерно полчаса задавать вопросы, подавать какие-то реплики и, в общем, вступать в диалог с докладчиком по тому, что он сообщил. Доклады все были на английском языке, потому что это теперь, де-факто, язык науки, язык философии, на котором однозначно, ну, вот, все должны понимать. Поэтому, то, что первый докладчик был из Америки, второй из Дании, третий из Германии, ну, в общем, все с разным успехом, с разной отчетливостью говорили по-английски. Вот, к слову сказать, второй момент блестящей организации был то, что организаторы подготовили вот несколько таких брошюрочек, маленьких. Каждый из них, это один пленарный доклад. То есть, вот, три брошюрки, три пленарных доклада. Ну, это просто программка, где перечислено, когда, что происходит. В смысле, на русском переводе? Да, 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 на русском, на русском. И это было крайне ценно, потому что, ну, действительно, во-первых, по-английски понимать долго, даже если знаешь, струнительно. Ну, и потом, как говорили. Вот, например... Какая-то сэкономиста, наверное, говорила американец. Нет, нет, американка, сейчас, Бейкер ее фамилия, а имя Лин. Очень. Лин Бейкер, она говорила отлично. То есть, она, при том, что у нее были какие-то проблемы с голосом, она периодически прокашлялась и говорила очень слабо. Ну, микрофон, более-менее, спасал эту ситуацию, разрешал. Она, по крайней мере, говорила отчетливо. Ну, то есть, она произносит слова, их можно понять. Вот, и все. Второй докладчик, Дэн Захави, очень известный человек, очень известный исследователь феноменологии из Копенгагена. Вот его английский, это просто какой-то ужас. То есть, вот, я просто не мог опознать, ну, не знаю, там, слова часто. Причем, он их так произносит, что даже как-то нет идеи. А что это за слово такое? Вот, явно что-то... Вот, я бы его узнал, если это слово, если бы оно было иначе произнесено. Но нет. Поэтому, конечно, текст перевода доклада сильно спасал, в случае с Захави. Но, кстати, не до конца, о чем я еще скажу. Вот, а последний докладчик был Томас Фукс из Германии. Такой очень славный дядька. Он занимается такой... Как-то... Может быть, здесь написано... Это такая психология и психиатрия философская. Надо, может быть, здесь найти. Он из Гейдельберга. Там существует при университете психиатрическая клиника. И он является одним из руководителей этой клиники. Этой клиники. Вот. Центр феноменологической психопатологии и психотерапии. При клинике общей психиатрии. В Гейдельберге. Вот он тоже, кстати, говорил очень кайфово. В том смысле, что это было очень понятно. А вопросы-то были для кого-то? Ну, все были по-английски. Там тоже с разным успехом. Был один очень смешной чувак, который задавал странные вопросы. Вот у Линн Беккера, например, спросил. Там история была какая, да? Что она стоит, у нее за спиной экран, на который можно вывести презентацию. Но у нее никакой презентации не было, поэтому просто был экран. А там... Да, а там на рабочем столе картинка, значит, двуглавый орел. Ну, наш, российский. Да, да. Наш, что называется, родимый двуглавый орел. Нет, там еще к нему прилеплена эмблема университета, поэтому это университетский специальный двуглавый орел. Но вопрос был именно про двуглавого орла. Вопрос он следующий спрашивает. Вот смотрите, а как вы думаете, а у этого двуглавого орла тоже единство есть самосознание или нет? Или у него два сознания. Головы-то две. Вот, бедная американка не сразу поняла, вот, что, собственно, имеется в виду. Вот, ну, потом, да, что-то такое вежливое сказала на сей счет. Типа того, что вы сами разбираетесь со своим орлом, да? Ну, да, да, говорит, это ваши заморочки, так сказать, византийские и русские. Ну, вот, а мы как-то про это еще не думали. У нас с одной головой птица, да? Да, у нас, как бы, и так проблем хватает. А еще, если еще двухголовые будут проблемы, так это уже вообще не сусветно. Вот, ну, я скажу в двух словах, о чем были эти доклады. Значит, очень понятные были два доклада. Вот, кристально понятные были не только по произношению, но и по смыслу. Вот эти самые первые и последние. Вот, Бейкер было совершенно понятно, что хотел сказать, и Фукс, что хотел сказать, тоже было совершенно понятно. Там уже как к этому относиться, ну, это дело другое. Вот, значит, смотрите, название доклада Бейкер было... Да, я почему на этом останавливаюсь? Потому что это, как бы, симптоматичные очень доклады для понимания общего контекста, в котором вот ставится вопрос у единства сознания сейчас. Значит, что говорила Бейкер? Она говорила о двух видах единства – осознанное ощущение и его субъект. У нее идея следующая. Идея следующая. Так, здесь можно даже очень хорошо сформулировать, но можно прям прочитать. Вот, выводы у нее такие. То есть, значит, первое – единство осознанных ощущений предполагает существование различных видов единства субъекта ощущений. Второе – хотя существуют субъекты осознанных ощущений, нет никакого «я», отличающегося от целостной воплощенной личности. То есть, она из какого контекста делает эти все рассуждения? Во-первых, общий контекст такой – очень мощное направление в когнитивных науках, в философии, которая рассуждает о сознании. Говорит, что никакого субъекта нет, и никакого единства субъекта нет. Просто-напросто. Вот, поэтому, ну, есть вот некоторые осознанные содержания, больше или меньше, но субъекта, как такого владельца, как бы, как некоторого единства, которое вот в разных состояниях можно обнаружить, такое просто нет. Все, всем привет. Нет никакого «я», и это все, так сказать, глупости, придуманные из старых… Это не следует, что «я» нет, «я»-то есть, но только просто он является одним из многих там субъеков. Неправильный подход. Нельзя сказать, что «я» нет, потому что «я» – это феноменологическая данность, она есть. Как это можно отрицать то, что она очевидна? Блант, нужно только уточнить. Неправильный в смысле. Она неправильно говорит? Люди неправильно говорят? Или это то, что люди говорят? Совпадает с тем, что ты говоришь? Нет, не важно. Просто, мне кажется, то, что Игорь высказывает, как бы, да, что никакого «я» нет. Игорь доносит до слушателей некую позицию. Нет, это не отрицание очевидного, потому что, смотри, субъект – это действительно некоторое единство, которое отличается от своих состояний. В этом смысле говорится о субъекте, и в этом смысле говорится о «я». Если ты говоришь о «я» в смысле, как о некотором феноменальном, феноменальной очевидности, которая обнаруживается действительно, ну да, да, так никто против этой очевидности против не имеет ничего. Говорится только лишь одно, что эта множественность этих феноменальных очевидностей не собирается во что-то одно. И за этим множество не стоит чего-то одно. Именно в когнитивных науках. Они не могут выделить некий элемент, который, скажем, вплоть до того, чтобы модель вставить. Вот в модели, которые агренируют когнитивные науки, такого элемента, такого блока нет. Когнитивные науки – это какие? Мне просто интересно, какие-то новые науки когнитивные науки? Ну, это новые. Говорят, не когнитивные науки, да? Нет, это когнитивная была, ты же не знаешь, что такое когнитивная наука, но это в Гугле набери. Ну, коротко говоря, это такого рода, как это сказать правильнее, это некоторое отведение, насколько я понимаю, нейросайенс, то есть в сторону информационную. Ну да, попытки проанализировать то, как функционирует наша нервная система, и из этого понять, что такое мышление, и все. Ну да, у этого есть много разных аспектов, соответственно, потому что, понимаете, ведь тут как бы изучение... Когнитивно звучит как познавательная наука, это название так устоявшейся, как оно звучит, а действительно неудачно. И самое что неудачное, почему-то оно не когнитивная наука, а называется когнитивной науки, хотя это подрывается какой-то комплекс. Ну, там дело в том, что... Это только сейчас сложившаяся... Да, 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 да. Да, да, да. То есть оно... Они, понимаешь, вот именно поэтому они как бы когнитивные науки, потому что можно подходить к проблеме, изучая нейроны и их взаимодействие. Можно подходить с точки зрения, вот действительно, искусственного интеллекта и взаимодействия информации. Это все будет когнитивной науки, они все привязываются к тому, чтобы вскрыть, каким образом работает мышление. Вот, ну, она против, соответственно, она, соответственно, против подобного подхода и продвигает следующую мысль, что, конечно, некоторого субъекта, который существует в нас в виде чего-то абсолютно отдельного и трансцендентального, вот такого субъекта, говорит, она нет. Ну, в качестве некоторого далекого следствия, наверное, и Бога нет, вот, но тут, знаешь, до Бога далеко, вот, тут даже меня нет в некотором смысле. Не, это, кстати, неправда, занимается, вот, ну, не суть, а что есть? Ну, нет, на аналитической философии сознания, а, в этом философии сознания, нет, 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 это не занимается, конечно, вот, а что есть? А есть некоторый субъект, который называется воплощенным субъектом, то есть это тот субъект, который представляет из себя нерасторжимое единство мысли и тела. Вот такой субъект, единство формы и материи, говорят терминами Аристотеля, вот такой субъект точно есть, утверждает Бейкер, ну, и приводит некоторые аргументы, как бы, в пользу вот этого суждения. А, вообще, это как-то, знаете, вот я обнаружил во всех трех докладах и в обсуждениях, такой некоторый единый рефрен, который, ну, с одной стороны, как бы, наверное, ожидаемый, но мне как-то он был не сильно приятен. Рефрен такой, вот, был этот страшный Декарт, который говорил о том, что Когита отличается от протяженности, это ужас, 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 и мы всеми силами должны от этого как-то вот отодвинуться, отгородиться и уйти как можно дальше. Вот, это вот такой единый жупел вот для всех трех докладчиков, по-моему, как-то так вот это проскальтвало. Вот, ну, в общем, общая мысль была такая, и, как бы, общее настроение. И во многих моментах мне, кстати, вот было крайне симпатично ее рассуждение, ее аргументы, я серьезно собираюсь это как-то повникать, потому что мне кажется, что, ну, вот с Бейкером можно как-то вступить в диалог. Вот, в отличие от следующего докладчика, который был Дэн Захави, вот, несмотря на то, что он исследователь феноменологии, я тоже какое-то время феноменологией много занимался и на статье книжки, на статье и на книжке Захави периодически опирался. Но вот то, что он сейчас говорил Захави, мне представляется как-то крайне, как бы сказать, странным и непонятным. Вот тут я должен признаться, что с его докладом была такая ерунда. Даже отодвинувшись от того, что его английский непонятно, я перечитал русский текст, и я не понял, к чему все это. Вот такая вот странная беда. Я как бы, вот, по отдельности я понимаю, что написано. А вот как это, вот, во все это во вместе складывается, я, честно говоря, не понял. Вот если у Саши будут какие-то здесь соображения, будет крайне здорово. Вот, но в целом, значит, что он говорил, название было такое, я и другой, двоеточие, от чистого я к совместно выстраиваемому мы. Ну, здесь тоже человек преодолевает, так сказать, два, две своих родовых проблемы, которые состоят в следующем. Ну, от чистого я это прямая отсылка к Гуссерлю, который полагал, что некоторое такое вот абсолютно чистое, трансцендентное я возможно. Вот, но при этом сам же Гуссерлю в попытках преодолеть упреки в солипсизме, в том, что его философия оказывается замкнута внутри самого сознания, не имеет никакого выхода вовне, он придумывал эти свои рассуждения о том, каким образом для феноменолога может быть доступно другое я. И там одно из ключевых моментов этих рассуждений было понятие эмпатии. Вот это понятие эмпатии, оно как у самого Гуссерля неясное, на мой взгляд, так вот и у Захави это как-то так осталось, и что это чувствовалось даже из вопросов. Один из вопросов был прям такой вот, может быть парень грубо его сформулировал, он сказал так, что я понимаю, когда говорят об эмпатии психологи, понятно, о чем идет речь. О способности со-чувствовать, со-переживать другому человеку. Гуссер и вы, господин Захави, говорите, что у вас эмпатия какая-то другая, не психологическая, но все, что вы говорите, все, что вы говорите при этом конкретно про эту эмпатию, это вылитая психологическая эмпатия. Вот и все. Вот ничегошеньки, никакого больше отличия не наблюдаем. Ну и тоже ответ Захави на вопрос был какой-то тоже не вполне понятный. В общем, смысл следующий. Общее направление мысли Захави выглядело так, что вот некоторая общность мы с фенологической точки зрения, в чем она должна заключаться? В том, что мы феноменологически откроем и опишем такую достоверность, при которой для меня достоверным является не просто мое отдельное существование, а вот некоторый наш опыт совместный, некоторый опыт мы. Вот как только мы этот опыт нормальным образом опишем, мы, так сказать, тут же понимаем, что он гораздо более фундаментальный и изначальный, чем опыт чистого я, и тогда перестраивается наша философия, перестраивается социология и многие другие важные вещи. То есть нет, как бы говоря, в человеке как такового есть распределенная сеть? Нет. Не то, чтобы она... Он говорил отдельно, есть отдельно я, то есть проблема не исключается я, а просто проблема мы. Откуда берется мы? Является ли мы отдельным субъектом или нет? Да нет, просто действительно, проблема ставится как феноменология любой, что и опыт первичный любой нашей, так сказать, теории. И поэтому, если есть опыт мы, если он первичен, то просто надо из него и зайти, как бы и выстроить уже теорию. А не так, что есть какая-то теория, там, чисто я, и мы можем устраивать... И в этом, кстати, смысле был один уточняющий вопрос, на который Захаве дал очень ясный и понятный ответ. Вот тоже был вопрос в том смысле, что, а точно ли бывает вот этот самый опыт мы, вот некоторого такого единства, в отличие от обособленности я. Вот, и он привел интересный пример. Он говорит, вот представьте, вы пришли на... Ну, переводя на русский язык, пришли в музыкальную школу на концерт вашего ребенка. Там ваша дочка, например, да, у нее первый там концерт, она играет на скрипке первый раз, вот, публично. Вот, вы сидите в зале, а кто сидит в зале? Ну, понятно, сидят там тоже родители других детей, там, какие-то друзья, там, может быть, какие-то дети, вот. И теперь, представьте, говорит он, что вы сидите, все так хорошо, мило, и тут вваливается чей-то папа, пьяный в дрободан просто. И начинает, значит, ходить, держать по стенке, громко говорить и вообще вести себя неприлично. Это что вы почувствуете, спрашивает он? Вы почувствуете стыд и неловкость за эту ситуацию. А почему? Не вы же пьяный, вдребезги, срываете концерт детей. Не вы. С вами все нормально, вы сидите чисто одеты и культура на стуле. А это другой человек. А тем не менее, стыд вы испытываете. И вот этот испытываем вами стыд доказывает, по мнению Захави, да, что мы исходим из некоторого опыта мы. И то, что один из мы оказался бухим вдребезги, влияет на меня самого. Как бы, то есть, виноват не только тот, кто пьян, да, но и все остальные тоже оказываются в этом виноваты. Вот. Там можно, наверное, что-то на это возвращать, но это хотя бы понятный пример. Понятно, из чего он в анализе мы хочет исходить и как продвигаться. Сразу эмпатия, понятно, что такое, да, никакая не психологическая. Ну, вот, ну, на самом деле не знаю, потому что это отдельный разговор, но мне кажется, что я вот не могу понять отличия от психологической. Другой такой же, как я, на самом деле. Эмпатия и работает так, другой такой же, как я. Нет, 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 ладно, в данной ситуации эмпатии нет, потому что другой не испытывает стыда. Это не важно, что он не испытывает стыда. Нет, 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 нет. Эмпатия на вашей стороне находится. Нет, нет, ну, смотри, нет, все-таки по смыслу эмпатия – это как бы сопереживание и сочувствие другого. Понимаешь? Другому, правильно. Да, но сейчас, если бы здесь была эмпатия в случае с бухим человеком, то я бы почувствовал себя пьяным. Но я себя не чувствую пьяным, я чувствую стыд. Потом здесь состоится, что другой такой же, как я, я становлюсь с себя на его место, и как бы пьяный не только он, а и я пьяный в том смысле, что и мне стыд за него. Нет, ну вот это я категорически описываю. Я не пьян, когда другой пьян. Нет, я не пишу, что другой пьян. Я веду человеку, в принципе, стыдно за то, что он мог бы быть таким же пьяным на его месте. Потому что другой такой же, как я. Тогда разваливается концепция «мы». Проекция какая-то. Вот. Ну, в общем, я говорю, тут можно как бы сходиться, расходиться. Но тут хотя бы понятно, от чего как бы человек отталкивался. Вот. Но как это складывалось в общее движение, я, честно говоря, не очень понял. Мне было такое впечатление, что никакого движения нет. Он просто описал, что вот были времена грустные, когда феноменологи исходили из чистого «я», из достоверного «я». Но это были не очень правильные времена. А сейчас, в нормальные времена, надо исходить не из опыта «я», а из опыта «мы». Вот. Опыт всегда только есть опыт «я». Другое дело, что этот опыт «я», как бы он не… Опыт чистого «я», какой-то такой другой вам, какой-то специфический другой опыт. Вот ты стоишь в закраиве и с ним подискутируешь. Да. Вот это на самом деле было бы очень правильно. Опыт мой интересный тот же самый «я» Грегор. Я опять забыл, что это слово означает. Вы его периодически произносите, а я не знаю. Я специфический по «я» Грегор. Ну хорошо. То есть, только ты знаешь, что это такое. Если я не знаю, мне кажется, после предписания манипуляции, все остальные. Остальные делают, и все знают, да? Нет, ну мы знаем хотя бы того, кто знает. Уже знаешь неплохо. Уже, так сказать, утешительно. Вот, а последний, значит, господин Фома Фукс, говоря по-русски, значит, он говорил в следующий доклад «Тожество личности и физическое существование». Это был очень веселый и очень эмпирически понятный доклад, потому что речь шла о всякой психологии, психопатологии и замечательных примерах. То есть, основной его путь был связан со следующим, что следует иметь в виду то обстоятельство, что наша личность, наша самоидентичность очень сильно зависит от наших телесных практик и от той степени, в общем, с какой нормально наше тело функционирует. То есть, здесь нет такой односторонней зависимости. То есть, если тело больное, например, да, то и сознания нет. Вот, или что сознание болеет, и тело, соответственно, тоже болеет. Но некоторые взаимосвязанности есть, да. А мой вопрос. От состояния тела или от того еще, как им пользуются? Состояние тела, скорее, имелось в виду, как бы это правильнее сказать, вот телесные навыки. Речь шла не просто о физическом состоянии, да, а о том, какими телесными навыками ты обладаешь, и как это связано с твоей идентичностью. Вот у него самый лучший был пример, который я сейчас воспроизведу. Значит, наблюдался пациент, не у них в клинике, насколько я понимаю, или я, может, неправильно понял, но, в общем, не так. Наблюдался пациент, у которого личность была разрушена настолько, что он не помнил своего имени, там, не узнавал родных, как так, весьма апатично. Он не то, чтобы был парализован, да, но просто ему было настолько все фиолетовое, что он практически не двигался. Вот у человека личностная идентичность практически разрушена. И как это починилось в один прекрасный день? В один прекрасный день его родственники, значит, там, на каталке вытащили куда-то на лужайку, вот, а на лужайке играли в футбол дети. Ну да, там, какие-то внуки, соседские, все в таком роде. А дальше случилось следующее. Этот дедуля в молодости был футболистом. И вот он некоторое время таращился просто на эту игру, а потом просто встал и включился в игру. Он мало того, что бегал с детьми, он им там показывал какие-то чудеса дриблинга, владения мяча. Более того, он им объяснял, что он делает, очень, как бы, толково, так, что дети понимали и, как бы, учились как тренер, как тренер, буквально. И это вот было толчком, который вылил его из этого вот дурацкого состояния. То, что дети играли, и он как-то вдруг встал, и тоже начал пинать мячик, все лучше, 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 заговорил и стал практически нормальным человеком. То есть, как бы, вот, аргумент Томаса такой, что сугубо телесный навык возвращает человеку личностную идентичность, которая была утрачена по какой-то причине. Ну, там в целом его мысль, что стоит дилемма, вот, я, сознание, личность, возникает, как бы, на некотором этапе, уже, ну, какое-то воспитание деятельности и влияет на тело, либо заложено где-то в теле. Что тело само изначально обладает некой субъектностью и предопределяет какие-то сознательные действия. То есть, вы предполагаете, что субъект один? Нет, 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 но это никак не касается. Нет, можно же просто сказать, один из субъектов, который у него остался, он просто включился и все. Влад, да, я понимаю, как интерпретировать тебя. Вот, и смысл такой, что да, что многие несознательные действия, типа игра пианиста, еще какие-то, все, что мы не концентрируем сознательно, они выполняются телом, то есть, есть некая идентичность. Есть некая память. Мышечная память. Да, интересная память. Это интересная память. Есть, ну, в терминах философии, значит, есть некая идентичность человека не на уровне только сознания, а еще на уровне тела. Ну вот. Ну да, то есть, и другие примеры были менее такими красивыми, они просто говорили о том, что действительно существует память тела нашего, которая функционирует независимо, часто независимо от сознания. А еще вторая его идея была. От разы научившись, когда на велосипеде уже забыть не надо. Да. И вторая идея. То есть, здесь две, он рассматривал две проблемы. Одна проблема, когда, значит, тело сохраняет идентичность, какую-то целостность, есть вторая проблема, когда уже потеря памяти идет в старости, уже полностью потеря какой-то вот в туманности. Заводка называется это болезнь там. И вторая шизофрения, когда полностью сохранено некие сознательные элементы мышления, но терра теряется. И человек начинает не уснавать свою руку, человек постоянно может положить вещь свою, уйти, вернуться, и вдруг не признать, что это его вещь. То есть, он теряет телесные какие-то вещи. Ну, с вещами это ладно. Да, вот он описывал, действительно, описанный в литературе случай, когда некий шизофреник, он ладно терять, забывать, что вот эта вот тетрадка там моя, или ручка моя, да. А в острове, в совершенно крайней форме, человек не понимал, что это его рука. И даже когда он ее двигал, когда он ее двигал, он оглядывался в поисках того, какая зараза эту руку двигает. Вот. И, ну, с одной стороны, вроде бы наплевать, а с другой стороны, для человека выпадает из жизни, потому что для него проблема одеться, превращается в квест на весь день. Потому что он должен изучить свою руку там, сообразить, наконец-то, что это не кто-то ее другой. Да. А вот попадать в рука в рубашке. Вот с этим справился, забыл, что нужно дальше делать. И так далее. То есть для него процедура одевания, это просто на весь день. Вот. Он утрачивает, вот, как бы, отношение к своему телу, как к своему, вот, настолько полно. Вот. Ну и, конечно, чтобы не было никаких иллюзий, что тело, память телесная, может всегда помочь при психологических проблемах, были некоторые примеры, которые показывали, что, ну, вот, память телесная вроде бы есть, но при этом это не помогает вернуть тождество личности. Вот один из таких хороших примеров был во Франции, пациентка, тоже, по-моему, с шизофренией. Вот. Она настолько утрачивала, вот, как бы, связанность опыта, что она не помнила своего доктора. Вот, например, сегодня она с ним встречается, беседует, все хорошо, вот, все замечательно. На следующий день она спрашивает, да вы кто? Вы, собственно, почему здесь? И он вынужден был заново каждый раз представляться, объяснять, кто он, кто она, чего они здесь делают, и так далее, и тому подобное. И вот однажды этот доктор решил, как бы, связать все-таки, просто сугубо телесно акт встречи. Они каждый раз, встречаясь, как бы, здоровались за руку. И вот он в один день, там, между пальцами зажал гвоздь, поздоровался с ней и уколол ее гвоздем. Она, естественно, там, скрикнула, отдернула руку, вот, ну, там, прошел сеанс, закончился, на следующий день. Она с ним встречается, опять она его не помнит, не узнает, никаким образом, но он протягивает руку поздороваться, а на руку отдергивает. То есть, тело помнит, но это еще никак не сказывается на психологическом уровне, то есть, на уровне гидического. Кстати, не факт, что тело помнит. Ну, в толковании, можно, грубо говоря, два сознания, которые друг с другом не связаны и проявляется то одно, то другое. Одно управляет телом, которое помнит, а второе управляет сознанием как таковым. Нет, вот в этом смысле Фукс, как вот Ильин, как и Захави, они исходят скорее из того, что нет этих самых двух личностей, которые управляют психикой, которые управляют телом. Это одна личность, этот самый воплощенный субъект. Просто мы можем, воздействуя на одну из этих частей, как бы подтянуть другую. В данном случае простыми, ему задавался вопрос по поводу того, как вы у себя в клинике помогаете шизофреникам. Он говорит, вы знаете, в общем, там у нас довольно все хорошо отработано. У нас есть комплексы упражнений, всякие игры активные, в которые мы вовлекаем пациентов, и им становится принципиально лучше. довольно быстро. Текст, грубо говоря, связает сознание с физиологией. Да, как бы тем способом, что просто втягивают тело в какие-то сложные движения. Они их учат играть. сложные движения связаны с какой-то памятью в том же сознании. Ну, в мозгу, как бы говорить, как физическое тело, в котором находятся. Да, определенно, конечно, там какие-то образуются связи нейронные, которые надо скреплять, и это каким-то образом... А мне вот интересно, воплощенный субъект, это что, новое богословие, что ли? Раньше был логос воплощенный, а сейчас субъект воплощенный. Нет, это не воплощенный субъект. Не новое богословие, это попытка выразить вот эту аристотелевскую идею о том, что человек есть единство формы и материи. Материя это тело, а форма это душа. Вот и все. И нет по отдельности формы и материи, бессмысленно разделять, но есть некоторое единство. Вот попытка сказать об этом единстве, это вот теперь такая, воплощенный субъект. Нет, на самом деле это просто богословский термин воплощенный. Что-то воплощенное, если оно было развоплощенное. Ну это может быть наверное на русском субъектах звучит. Ну как бы стараниями Декарта субъект развоплотился. Он стал как бы радикально отличаться от то есть когета господи Рес Когеттенс Рес Когеттенс радикально отличается от Рес Экстенс и вообще обладает самостоятельным существованием. Вот с точки зрения всех этих ребят Декарта это был тот кто развоплотил субъект. А теперь говорится об обратном воплощении субъекта. Как раз наоборот вот эти примеры которые говорят о том что человек не помнит своего доктора говорят о том что сознание существует нет мы есть сознание а мы возникает только потом когда уколют тебя гвоздем сознание само по себе существует нет мы где него не существует нет видишь но субъект как бы не может возникает только каждый раз по-моему да смотри но у этого у этого субъекта у этого субъекта у него как бы нет собственной длительности то есть он да он он понимает что он помнит что с ним происходило час полчаса назад но что происходило вчера он не понимает а где эта граница вчера или час сколько он помнит назад не ну это как или заснул все все стерлось ну может быть какой здесь здесь следует очень разделять проблемы есть одна проблема вот философское как бы субъект сознание в нормальном виде а патологии патологии это всего лишь способы как бы вскрыть какие-то проблемы как-то обозначить то есть нельзя патологии как раз и говорят о том что существует сознание отдельно существует существует отдельно тело которое терминологически проявляется а сознание никак не проявляется проявляется в связке с терминологией вот и все отмечают все отмечают на второй день когда уже русская русские секции были все отмечали что вот постоянно идет уточнение понятий постоянно идет уточнение терминологии что нет единой терминологии и договориться, о чем все-таки речь, и все вопросы всегда возникают, о каком смысле вы используете понятие сознания, в каком смысле вы используете понятие я, в каком смысле, смысл очень много, и это очень сложная область, в которой терминология очень сильно гуляет. Даже само понятие... — С этим самым связано с психологией, но они работают в сфере психологии, философии, связать психологические и термины нейробиологические, и связать с философией, то есть вообще речи не идет. — Ну, имеется в виду функционирование организма, как мышечного и так далее, то есть связать с философией, эти понятия. — И действительно очень сложно, и очень часто в аналитической философии сознания путаются сознательные и ментальные. То есть, как бы, то различается сознательное и ментальное, то ментальные образы или сознательные образы. Постоянно путаница, и поэтому разобраться, где говорят о мышлении. — А ментальные это какие даже? — Мышление относится? — Нет, ну, со словом «ментальные» — это мышление, да. — Ну, а что там ментальные говорить? Там мышление и сознание. — Ну... — Науки когнитивные и какие-нибудь... — Ну, ладно, мы понимаем. Ну, с чего спорить со сложившейся терминологией? — Да дело не в этом, просто все склонится к тому, что философия будет всегда только англоязычной. А у нас, то, с вами, эта философия останется какая-нибудь? У нас там будут когнитивные науки, ментальные состояния. А что-нибудь наше-то останется? — Самостийное? — Да не в дело не в самостийности просто, как бы. — Да это какое? — Я тоже немножко знаком с англоязычной литературой. У них там, как бы, ну, я не знаю, школьная философия. Они не могут и не хотят для него углубляться. Может быть, немцы там, но... — Тут еще вот какой момент. — Мне кажется, у нас ваше последние реплики. Ну, своим путем на здоровье было, понимаешь? Ну, просто для того, чтобы общаться с этими коллегами, надо понимать их язык. Я вот, честно говоря, весьма фрагментарно его понимаю. Потому что, ну... — А кто такие приехали, что для них специально сделают конференцию? — Нет. — Нет, 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 нет. — Блад, есть некий срез философии, аналитическая философия сознания и фирмологии. У нас есть своя школа, московский довольно крепкий большой кружок, там человек 20 философов. И они в тесной связи с американцами и с европейскими представителями вместе занимаются, проводят конференции. То есть, есть и не связанные с этим, а есть связанные, и они вместе собираются, поэтому... — Это, конечно, были не люди уровня Гегеля. Люди уровня Гегеля этой весной проводили конференцию на парусной шхуне, которая плавала в Гренландии. — Ну, это не на уровне Гегеля, а, скажем, вершина аналитической философии сознания. — Ну, просто... — Ну, да, ну, да. — Я понимаю, но это были топовые философии. — Ну, топовые. — Все вершины современной аналитической философии сознания, вот они были на этой шхуне, да. А эти трое ребят, они как бы... — Типа в шхуне не висят. — Да, ну, типа того, да. Они как бы крепкие профессионалы, они видные фигуры, да, но это не топовые, конечно. Поэтому конференция проводилась... — Не свой кусочек рассказали, каждый точек занимается. — Ну, нет, собственно, нет. — Правда? — Нет, а все действуют таким образом. Ты понимаешь, сейчас как бы такая ситуация, что глобальных теорий вроде бы никто не предлагает. Есть у человека, даже у крупных фигур, да, взгляды, которые имеют вид некоторой как бы частичной теории. Это как бы кусочек какой-то большой, еще не построенной теории. Вот это в лучшем случае так выглядит. Вот, поэтому кусочками это всегда обожает. — Они даже и не стремятся строить теорию. Если почитать все книги и тот же Чарльмс, он и не стремится, он предлагает некий взгляд, вот некий мысленный эксперимент. И вот он постоянно акцентирует внимание о том, что сегодня я думаю так, завтра я так, и поэтому я не знаю. То есть, какой набор мнений, набор суждений какой-то, тезисов отдельных, но даже на теории. — Ну, и это, кстати, очень понятно, почему происходит. Я хотел даже об этом отдельно подчеркнуть, потому что, смотрите, вот все эти нейробиология, психология, психиатрия, информационная технология, не информационная технология, а информационная теория, они выступают сейчас как такие инструменты для философа. Это инструмент мышления, понимаете, это инструмент познания. Это не просто пример, с которым он соотносится. Это вот реальный инструмент. И поэтому американский философ сидит, и он изучает практически на профессиональном уровне состояние нейрофизиологии. Для того, чтобы там написать две страницы рассуждений. Он должен быть на переднем крае этой науки, чтобы написать свой философский текст. Он по-другому этого сделать не может. И, конечно, он при этом понимает, что наука же развивается вперед очень быстро. И он знает, что пять лет назад были результаты совершенно другие. Он понимает, что я сейчас не могу написать теорию, которая будет выглядеть как теория. Нет, я должен написать честно, что вот на день сегодняшний, в соответствии с этим уровнем нейрофизиологии, вот дело выглядит так. Точнее, трактаты физиков не считают этого. Так же точно. Какая разница, чьи трактаты, каких ученых читать? Но они занимаются сознанием, мозгом. Ну, просто физики не помогают познать сознание. Это не совсем философский подход. Если сидите и читаете, то это действительно, и на мой взгляд, числа. Такой вопрос, а не кажется ли, что вот эта вот тенденция так вести, не знаю, какое-то изучение является просто некой языковой гроей, не знаю, формой дискурса? Именно поэтому и нау, и физику не читают, потому что там свой язык, язык цифр и так далее. И в итоге в этом языке я изучаю свой маленький кусок, который вот вписан в эти правила, просто вот излагаю такими словами, такими терминами. А кристального понимания ясности, о чем идет речь, просто вот она отсутствует. И поэтому как раз-таки доклады превращаются в такие маленькие эпизоды, когда непонятно, о чем речь. Может быть так? Ну, очень-очень похоже. По крайней мере, у меня какое-то сходное впечатление, что действительно это некоторая игра. К вопросу о тех самых терминах, как воплощенный субъект, язык, который вот, ну, говори, американский, да, английский, имеет определенную там структуру лингвистическую и так далее, и наш, они различаются. Именно поэтому, может быть, стоит как-то эти самые понятия переводить на наш язык, чтобы адекватно воспринималось, а не так, как будет буквенный перевод, вот, там, я есть, идти вперед, там, как там по-английски, да. Ну, вплоть до такого. Я не думаю, что переведено неверно, там, переводится. Нет, 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 я имею в виду, вот, как бы... Ну, просто данная философия соответствует английскому языку. Нет, ну, как это он не знает. Да, ну, об этом он и говорит. Да, да-то я их говорю, повторяю. Вот это я не очень понял, это замечание. А по поводу... Логика языка, соответственно, выстраивается тест, что логик по сознанию, логик по философии. Вот, вот, да. А у нас русский язык другой, да? Да, поэтому у нас тоже другую философию. Ну, понимаете, если так рассуждать, то тогда все не очень радостно для нас, потому что русский язык не способствует мышлению. Это неправда. Ну, если говорить чисто лингвистически, можно найти, кстати, на сайте постнаука Гаспаров, да, Гаспаров, вот ныне живущий филолог, вот, написал пару коротких текстов с очень понятными примерами того, каким образом русский язык, его устройство, просто вот, устройство русского языка мешает думать. Там, вот, чисто филологически, ну, это просто, вот, это так. Часто не двоемыслие, не двоемыслие? Нет, там не двоемыслие, там имеется в виду, что русский язык провоцирует нечеткость формулировки, а такую размытость, совершенно верно, да. Да, и это же, он говорит, что совершенно логичный аргумент, что если мы предполагаем, что у нас должно быть некоторое последовательное рассуждение, то получается, что эта неясность, она, как бы, нам тормозит это, она мешает последовательному рассуждению. Ну, опять же, получается, у нас мы подгоняем картину мира под вот это самое четкое рассуждение. Но мир-то, как раз таки, он не есть такой вот четкий, где у нас есть, вот конкретно вот тут вот нога заканчивается, а тут вот нога продолжается. Все оно вот так вот, как человеческое тело. Вроде вот рука отдельно, она очевидно находится, и в то же время она вписана в тело, и извлечь ее отдельно от тела не получается. Ну, просто критерии ясности, отчетливости мышления, это единственные возможные критерии для философии и науки. Можно ему проще сказать, на самом деле. Если надо не словами, и все, там, сказать ему, и проголосить. Ну, да, да, да. Ну, что, нет, это бывает. Вот Хайдеггер тоже на старости лет говорил, что, ну, что это философия? Вот поэзия, это да. Вот там вот, как бы, все по-настоящему. Ну, поэзия, это прекрасная штука, замечательная, но она просто не имеет отношения к познанию, и не имеет отношения к науке, ну, никаким боком. Поэтому, ну, что бы. А по поводу того, что, как выглядит это все, действительно, кусочками мозаики, и вот просто такой вот, здесь, в такой большой книжечке собраны тезисы докладчиков, я так понимаю, почти всех. Там, может быть, один-два человека как-то проволынили, и их не предоставили, но, в общем, тезисы... Ну, кто предоставил эти тезисы? Вот, все тезисы есть, да. И вот такой замечательный парень из Москвы, Виктор Горбатов, значит, подал такие тезисы, значит, названия. Проблема спящей красавицы, двоеточие. Единство личности и ДС установки. И дальше он пишет о том, что вот есть некий парадокс спящей красавицы, ставший предметом ряда дискуссии, ля-ля-ля. Значит, что из себя этот парадокс представляет? Значит, это так называемый мысленный эксперимент. Очень модная и широко используемая в аналитической философии штука. Некий мыслимый эксперимент. Эксперимент следующий. Так, значит, в воскресенье исследователи погружают спящую красавицу в сон. В течение следующих двух дней, пока длится эксперимент со сном, ее будет один или два раза. Количество пробуждений зависит от подбрасывания монеты. Орел будет один раз, решка два раза. После первого прибуждения спящей красавицы вводят медикамент, заставляющий ее забыть, что она просыпалась. Когда вопрос, как в результате всего этого мысленного эксперимента, когда она проснется? Она не будет знать, понедельник это или вторник. Да? Что логично. И теперь, как спящая красавица оценит вероятность выпадения орла? И дальше, почти страница всяких рассуждений, значит... Вот к этому приведет исследование за аналитическое... Вот понимаете, к чему это? К чему это все? Это же вообще непонятно. Она и есть. Но тем более. Нам надо идти своим путем. Она и есть. Это очень серьезный эксперимент с Марией. Значит, есть Мария, которая занимается, серьезный ученый, серьезный, да, которая занимается исследованием цвета, цветового восприятия, но ее с рождения закрыли в комнате, в которой все серое, и она никогда не видела никаких цветов. А кожу свою видела? Серый цвет, все серое. Все покрасили в серое. Все серое. И она сама все серое. Но, по крайней мере, красного цвета она не видела никогда. И волосы не серые, и глаза тоже серые. Если она проколет себе палец, то капает сено и кровь. Хорошо. Это мысленный эксперимент, да? Но она, значит, доступ через сеть, у нее есть ко всем данным по цвету. Она все знает про цвет. Все исследования, все. И вот спрашивается, что будет здесь ее выпустить? Она узнает когда-нибудь красный, как он выглядит или нет? И вот на этом целые трактаты описаны. Ну, казалось бы, если человек никогда не видел красный, он никогда не выйдет красный. Ну да. И что в этом еще? Но это очень серьезно обсуждается. Очень много экспериментов серьезных, как сознание перекачали вас одной головой в другую голову. Нет, понятно. Она все знает про спектр. Она может померить длину волны и понять, что эта длина волны, которую она видит, совпадает с тем участком, который называется красный. Вот это она наверняка сможет увидеть. То есть, нет, нифига. Она не увидит нас так. Она не увидит, что она как в мире. Эта проблема так. Дает ли знание нам клавио? Ну да, да. Качество. В общем, я что хочу сказать. И вот человек очень знающий, очень квалифицированный, подготовил доклад. Но вот к чему этот доклад? Вот как понять вот эти вот аргументы? Это без специальной подготовки вообще нереально. Вот человек с улицы заходит, не понимает ничего. Это маленькая подробность, что Виктор Горбатов, который должен был этот доклад, на второй день его не было. На первый день он был на пленарных. А на второй день, на Москвич, наверное, уехал дела какие-то. То есть, самого доклада не было. Только вот эти садись обубликованы. Вот это трагично. Ну, ничего не мешало бы ему сделать доклад. Я говорю еще раз, зайдет с улицы человек и приедет. Вот что он поймет на этом докладе? Это Виктор Горбатов, один из организаторов московской группы «Анамитическая философия». Канал на ютубе есть, он выкладывает постоянно доклады их. Ну, у них активная жизнь. Активная жизнь. Знаете, что можно заменить? Просто, между прочим, есть своего рода диверсия со стороны англосаксов или Запада, которая состоит в том, что нам ставят их проблемы, чтобы мы решали их проблемы. И ставят. Ну, ставят, ставят. А кто ставит? Ну, на самом деле, есть такое впечатление, что во всех академических кругах обсуждают не свои проблемы, а проблемы, которые решают и ставят где-то назад. Нет, если людям захотелось. У нас есть и антологи, сильная группа в Питере, занимающиеся сугубо антологическими, есть фиминологи, есть группа, занимающаяся аналитической философией сознания. И никто не заставляет, они просто собираются, обсуждают эти проблемы, им интересно. Ну, единственное, что я должен сказать в поддержку, вот я последний человек, который поддерживает Булата, всегда. Вот, но единственное, значит, тут в чем может быть правда, сильмяжная Булата и всех с ним согласны, в том, что, понимаете, какая штука? На какие деньги живет в современном мире философ? Ну, как бы, путей ровно два. То есть, надо чем-то деньги зарабатывать, правильно? Путей ровно два. Либо ты зарабатываешь деньги чем-то, не знаю, у тебя есть бизнес, ты ходишь куда-то на работу, а потом в свободное время ты читаешь, пишешь и все такое прочее. Либо ты участвуешь в преподавании и в научной жизни. Участвовать в научной жизни и получать за это деньги можно одним способом, получать гранты. Так вот, объем денег, которые выделяются в англо-саксонской философии на всю вот эту вот аналитическую традицию, ну, в сотню раз больше того объема денег, который выделяется у нас на философию. А у нас вообще выделяется? На технических. Нет, выделяется, сейчас я поднескиваю, вот, данные научные исследования выполнили при поддержке РГНФ, грант такой-то, программы, научный фонд, они высшие школы. То есть, это не западные деньги, это наши деньги, это наши фонды. А, Катричка, да, вот доцент Катричка, да, он, кстати, занимается, он метафизик. То есть, это в рамках высшей школы, что, экономики? Да, российский государственный неправительственный фонд, вот, кажется, расшифровывается РГНФ. Вот, грант номер такой-то. А откуда у него деньги? А, грант? Грант, это государственные фонды. То есть, он не государственный? Нет, нет, есть государственные, есть негосударственные фонды, которые выделяют гранты. Каждый, то есть, традиционно, ну, преподаватели лозов, да, философы, подают заявки. А что тут далеко ходить? Сергей Михайлович Неговицкий. Ну, Николай Михайлович. Олег Михайлович, прошу прощения. Михайлович Неговицкий. Человек, как бы, есть своя какая-то теория, которая, своя какая-то философия. Ну, нет, я же только что хочу сказать. Человека никто не поддерживает, никто не будет. Ну, понятно. Так Олег Михайлович ничего не нужно, потому что ему просто ничего не нужно. А если ты хочешь жить и не просто кушать кусок хлеба, а кусок хлеба с маслом, да, то ты должен как-то вписываться в общемировые научные тренды. Потому что, ну, РГНФ, он дает на самом деле слезы. Вот гранты государственного нашего университета, доклад формирования и ментальной репрезентации объекта из сенсорных данных. Пономарев. То есть, есть гранты, да, выделяются. Гранты должен написать статью и выступить на конференции. То есть, это финансирование грантов, как в университет, допустим. А вот это гранты, гранты, но университетские. То есть, мы с этим можем продолжить. Да, на самом деле, если считать, что философия все-таки основание всех наук, да, и основание там всех, не только наук, а нашего мировоззрения, там, каких-то фундаментальных вещей, то что нам подкладывается? Нам подкладывается какая-то не наша, да, не основанная на нашем языке, на нашей традиции, на нашем, может, структуре мышления, некая урода философия, да. Которую мы всегда будем, всегда будем. Нет, Влад, смотри. Она не подкладывается, так сказать, просто у нас, грубо говоря, в России она почему-то не поддерживает. Это нас добровольно принуждает, понимаете? Мы сами не выделяем этому внимания, почему нас принуждает. Ты посмотри простую вещь, да. Вот, допустим, ты физик-теоретик, да. То есть, тебе для непосредственной работы не нужен ускоритель. Но, на самом деле, то, что ты делаешь, да, ты, например, как-то интерпретируешь результаты, полученные на Большом Адронном Коллайдере. Да. А для того, чтобы ты был в науке, то есть, тебя признавали за ученого, да, ты должен писать эти свои обзоры таким образом, чтобы твои коллеги в Швейцарии, в Штатах, в Японии признавали это за науку. Ведь правда? Да. Совершенно верно. Ты должен писать на одном с ними языке. Ну, так вот, грубо говоря. Некий есть, некий научный язык. Если в сумасшедшем доме сидеть, то надо как бы прикинуться сумасшедшим, чтобы не победили. Нет, нет, нет. Ну, хорошо, хорошо. Пусть так. Слиться со средой, это правда. Нет, не надо сливаться со средой, но ты должен... А можно ее создать, да? Нет, ты можешь не соглашаться. Ты можешь написать, что вот все там, все козлы, да, и все... Нет, нет. Я не про то, что это на русском или на английском. Но он именно про это говорит. Нет, нет, нет. Он говорит про другое. Он говорит про язык в более широком смысле слова. То есть, для того, чтобы мне написать статью по физике, мне нужно быть в курсе последних физических теорий и результатов. Ведь правда? Естественно. Естественно. Точно так же в философии. Но в философии немножко не точно так же. Понимаешь? Никаких адронных коллайдеров там нет, да? Никаких адронных коллайдеров нет, да. И это только теоретическое. Хотя, вот эти ребята, которые занимаются сознанием, для них адронный коллайдер это нейрофизиология. Вот. И они, те, кто хотят этим заниматься, те с этим должны считаться. Потому что тут, извините, это все-таки наука. То есть, непосредственно медицинская практика, да? Нет, нет. Не медицинская практика. Но нейрофизиологи там установили какой-то факт по поводу мозга. Должен был выступать Анохин, но не приехал почему-то. Ну, это другая история. Вот. Я что хотел сказать? Я что хотел сказать? Я хотел сказать, что существует вот этот некий общепринятый язык науки, на котором ты можешь писать. Только не философия. А в философии ситуация немного аналогичная. Потому что, если ты хочешь, чтобы тебя услышали, помимо вот нас, но еще и какие-то люди за пределами страны. Я хочу, чтобы тебя услышал Чаунас. Чаунас, да? Ты должен написать на языке, понятном для Чаунаса. Понятный. И этот язык не английский. Это язык аналитической философии. Я понимаю, да. Вот и все. Популярно надо как бы... Вот и все. Поэтому ребята типа Виктора Горбатова, Игоря Гаспарова, или нет, не Гаспарова. Я, может быть, путаю. Неважно. В общем, толпы ребят, там, Данила Розеева, там, всех прочих, да, они учат этот язык для того, чтобы, да, иметь хотя бы возможность быть услышанными. Конечно, проблема в том, что там, если ты просто как попугай повторяешь идеи Денета, Чалмерса, то, конечно, тебя погладят по головке, скажут, хороший мальчик, да, все понял, что сказали. Да, но это не будет твоим словом. Ты не будешь ученым, следи ученых. Вот. Но у тебя хотя бы появится возможность что-то сказать. И они пытаются этот язык вот таким образом овладеть им. И все дела. А что ты призываешь, Бан? Да не просто, я что призываю, самому просто размышлять свои проблемы ставить. Ну, и, да, я понимаю, и ты будешь один. Да, и хорошо. Это очень путеведущий, Влад, известно, да, там стоит. Я понимаю. Кстати, Влад, это же было всегда в истории философии, возьму немецкую философию. Она же тоже была неким замкнутым, неким немецко-классическим, и варящейся вот в одних и тех же проблемах, в одной очереди терминологии. И нам бы так же надо вариться было в своей терминологии. У нас тоже была своя российская в конце 19 века, в начале 20 века, и тоже варилась. Вот те же попытки Ильин, Лосев, тот же Достоевский на своем языке. Лосев, он же там уже позже. Ну, я не знаю, что наша отечественная, так сказать, российская... Ну, подожди, Ильин и Лосев, они, знаешь, как занимались философией? Я тебе расскажу. Они ездили и ехали в Германию годика на три, на пять. И входили в курс дела, понимаешь? И после того, как они получали, они могли, как бы сказать, говорить на одном языке с европейскими профессорами философии, только после этого они возвращались в Россию, им давали там профессуру, там давали кафедру, возможность преподавания, только после этого они писали свои замечательные теории, которые, кстати, в принципе, они могли объяснить своим там французским, немецким коллегам. И те говорили, ну, да, я понимаю, я тут с вами вот здесь и здесь не согласен, тут согласен и там согласен, давайте подискутируем. А сейчас у нас ситуация другая. Сейчас вот мы сидим здесь, да, и попытки объяснить поэтику Олега Михайловича Наговицына кем-нибудь чувакам из Италии или из Великобритании, особенно с Чалмерсу, они заканчиваются ничем, он не понимает, он говорит, что за хрень? Это набор звуков, а не философия, ты понимаешь? Это не означает, что если он не понимает, это не означает, но это означает, что мы должны научиться говорить так, чтобы они нас понимали. Почему французы не учатся? Почему они нас пытаются не пытаются? Я хотел сказать в следующем, да, потому что в следующем немецком, когда была французская философия, тоже некий язык, который давлел над всем миром, но она тоже как-то сейчас растворилась, Сейчас, конечно, в авангарде это аналитическая философия сознания американская. По количеству изданий, по количеству тиражан, по вообще звучанию. Ну так получилось. Давайте сделаем. Вопрос заключается в том, если в России, так сказать, люди, которые что-то готовы предоставить миру, что-то новое, чтобы мир стал изучать нас. Достаточно самим просто быть и существовать своей идентичности. Не надо ничего ни перед кем доказывать. Надо быть просто самим. Но почему-то нет. Конечно, есть проблема доказывать. Даже в той же поэзии можно писать в стол. Никакой поэт не будет писать в стол. Каждый поэт будет считаться поэтом. И даже не социально, а даже чисто как художественное явление, когда он будет стоять на всех полках. Когда его будет считать... Нет, ну вот раньше говорили, зачем ему писать в стол. Он может с этого, у него есть какой-то кружок людей. Он не станет поэтом великим, валиком в кружке. Нет, ну как? Страна целая есть в таком итоге. Нет, ну... Единственное, что... Да, великий поэт это социальная категория, конечно, не категория отдаленности. Ну, да, да, да. Безусловно. Но тут, как бы сказать, не одаренный не может стать великим поэтом, а одаренный не всегда может стать великим поэтом. Ну, просто там обстоятельства сложились. Ну, великий поэт. Может быть, если ты национально-нетеческий поэт, то тебе не нужно особой отдаленности, чтобы быть великий-нетеческий поэтом. Давайте вернемся к теме. Я хотел все-таки тоже высказать по поводу неотечественной комиссии. Давайте в социальной комиссии мы какой-то итог подведем. А какой итог? Это же мы как чукчи, да? Мы просто кое-что увидели и об этом спели. Ну, я могу сказать по поводу секционных заседаний. Это пару слов. Что, конечно, впечатление было такое, что кто-то вообще не пытался даже особо привязать к теме единственное сознание, кто-то так чуть-чуть каким-то образом привязать, но разношерстная компания была очень сильная. А, я был, потому что на феноменологической секции, наверное, на секции, которая вот аналитической, там было просто повторение. Там все было четко. А вот на феноменологической секции было так что-то сбоку, припеку, привязано, что-то интересно, что-то очень интересно. Женщина рассказывала о цветовом восприятии музыки, но это имело каким-то сознанием, такое очень отдаленное отношение. Катричка про метафизику больше, про Канта. То есть, Сибирь всегда об одном. Ну, это нормально, кстати, для философов. Ну да, да. Да. Я к тому, что мы как бы его знаем, в первый год станет понятно, что сказать. Так что, разговор большой, терминологический разговор большой. Попытка привязать к феноменологию три-четыре раза, когда были доклады, мне показались совершенно сомнительными к этой теме единственное сознание. Ну, это просто общая беда, как бы сказать, приведения конференций в целом. Потому что, когда ты собираешь больше семи человек, обязательно найдется ненулевое количество людей, которые схалтурили. Которые делают доклад, не имеющий отношения к теме конференции. Или имеющий очень касательное отношение. А участников это было всего по позиции, членам этого позиции, которые представлены, нет? Нет, но есть программа. Ну, не все доехали, потом были часть участников типа меня, то есть я... Ну, два десятка человек было. По десятку на секцию, где-то вот так. Да, да. Активных участников, докладчиков, да, человек двадцать. А, была еще постерная сессия. Да, плюс эти были постерные доклады, так называемые. Я, кстати, сомневаюсь, что это и удобно, ну, то есть это осмысленно в случае философии. Ну, поскольку она была такая научная немножко, да. Ну, сам смысл... Просто это как? То есть, просто стоять в коридоре? Это, значит, стенд-стенды, на которых что-то написано, нарисовано... А, тогда докладчиков не было при этом, да? Нет, докладчики. Нет, докладчики, да, где-то рядом гуляют. Ну, это действительно для больших конференций, это маленькая конференция, это бы не имело смысла. Но для больших конференций это имеет смысл, когда приезжает тысячи человек, большая конференция, докладчиков десять-двадцать, вот. А все хотят хоть что-то, хоть как-то, чтобы кто-то заметил, и тогда целые ряды этих стендов, где можно хоть заголовок и тезисы какие-то поймать. Ну, презентация, типа, да? Ну, презентация и графическая, ну, текстографическая или презентация. Ну, вот, я не знаю, единственный путь, по-моему, сделать такой стендовый доклад, это действительно превратить свой доклад в презентацию, в какие-то набор таких точных определений, тезисов, там, может, каких-то иллюстраций, распечатать все это и повесить. Потому что вывешивать... Ну, как это премиум философии? Ну, премиум философии. Ну, премиум философии. Вряд ли. Нет, 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 нет. Ну, обычно, любой доклад, есть же, там, абстракт, аннотация вот эта. То есть, даже ее, если просто крупно подойти и увидеть, и ты, это неинтересно, а вот это, ну, расскажи мне, вот что-то там. Можно несколько тезисов написать, чтобы заинтересовать. В качестве тезиса, да, да. Да, просто заинтересовать человека, а дальше начинается разговорка. Говор, спор, обсуждение. Ну, там еще нормальная жизнь. Как в Древней Греции. Вышел бы, конечно, да. Греции. Греции.